Этот вечер жители дома номер 34 по улице Поэта Ноздрина провели не в теплых квартирах, а во дворе. Предметом горячих споров стала детская площадка. Поставили ее на средства депутата Корчагина незадолго до выборов в областную думу. Жители подарку обрадовались. Солнечная сторона двора, да и в окна мячиком не попасть. Но на минувшей неделе у жильцов возник повод беспокоиться за свою площадку. По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, он обратил это внимание, проезжая мимо буквально на днях. И его очень обеспокоило тем, что дети оказывается могут выбежать на проезжую часть. И вроде перенос данной площадки мотивирован заботой его о безопасности детей. Жители встали на защиту детского уголка и буквально на следующее утро площадку вернули на место. Однако уже поползли слухи, что перенос детского игрового комплекса предваряет постройку. На его месте торгового павильона. Это еще больше обеспокоило жильцов. Эта земля кому-то принадлежит, кто-то купил. И решили на этом месте построить павильон, якобы торговать овощами. Вот то, что мы знаем. Но мы против этого. Спешим успокоить местных жителей. Слухи о строительстве магазина не более, чем плод воображения. Площадку переносить не будут. В настоящее время проводится паспортизация игрового оборудования. В связи с чем на данный адрес сам лично выехал. И меня, конечно, сторожило непосредственное соседство с проезжей частью. На основании именно этого я попросил подрядчика произвести перенос на придомовые территории подальше от проезжей части. Но жители были категорически против. В связи с чем, учитывая мнение жителей, данное игровое оборудование осталось установлено на том месте, где оно изначально и находилось. Совсем скоро в рамках паспортизации дворового игрового оборудования все городские детские площадки будут переданы на баланс специальной организации, где и будут следить за их состоянием. А обезопасить эту конкретную площадку необходимо уже в ближайшее время. По этому вопросу управление ЖКХ собираются вскоре обратиться к депутатскому корпусу. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.